Дети, вы хотите быть успешными? Да! А знаете, что успешными вы можете быть уже сейчас? Да! А как добиться успеха, знаете? Нет! Вам нужно для этого участвовать в Олимпиадах! О! А еще, знаете, почему вы можете быть успешными? Почему? Потому что вы живете в России, а Россия страна возможностей! Ура! Привет, просветители! В этом году сентябрь и Министерство просвещения приготовили множество новинок учителям, школьникам и студентам колледжей. Как последние сюда затесались, многие до сих пор понять не могут. Переход на новые образовательные стандарты, без учебников. Ну, не успели их подготовить. Кому сейчас, в принципе, учебники нужны? Неделя теперь будет начинаться с обязательного исполнения флага и поднятия гимна. По-моему, я что-то не то сказал. Слава России! И нового предмета «Разговоры о важном». Что это такое и с чем его едят, разберемся в этом выпуске. Начнем с чего-нибудь простого и максимально понятного. Флаг и гимн. И чтобы не заниматься домыслами, воспользуемся письмом Министерства просвещения о направлении стандарта церемониала. Подъем государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый учебный день, каждой учебной неделе перед первым учебным занятием в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Да, студентов колледжа это тоже касается. Если раньше у некоторых учеников была проблема вовремя прийти к первому уроку, или ко второму, теперь они будут опаздывать не только на, хотел сказать, условную физику. Но нет, с сентября этого года во всех школах первый урок «Разговоры о важном». Так вот, теперь опаздываешь не только на разговоры о важном, но и на торжественную церемонию. Почему мне кажется, что таких проспавших будет не очень мало? Даже не знаю. Когда об этой инициативе стало известно, фантазия некоторых комментаторов в интернете тут же нарисовала потрясающие яркие картины. Сибирские школьники в январе минус 35 дрожат у входа в школу. Не волнуйтесь, Кравцов в письме обо всем позаботился. Место проведения церемонии – площадка перед образовательной организацией, актовый зал, спортивный, зал-холл – определяется климатическими и широтными условиями. В общем, выдохните, никого на морозе стоять не заставят. Наверное. С другой стороны, а каждый ли холл или спортивный зал готов целую школу принять? Администрация образовательной организации вправе определять категорию участников церемонии самостоятельно, например, учащиеся одной параллели классов. Но если какой-то класс не попал в число счастливчиков, это не значит, что можно приходить на занятия позже. Слышь гимн, пой! Россия священная наша держава. Да пою я! Классы, не принимающие участия в церемонии, на первом учебном занятии в день проведения церемонии преподаватель информирует о составе знаменной группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю. Так что никаких спели гимны по классам, состав знаменной группы, памятные даты. В общем, полноценная линейка. В понедельник. В 8 утра. В колледже. Звучит как отличная и легко реализуемая идея. Ммм. Рекомендуется исполнение краткой версии государственного гимна Российской Федерации, одновременно с участниками церемонии по стойке смирно. В церемониях, посвященных государственным праздникам и памятным дням истории, рекомендовано общее торжественное построение образовательной организации. Угу. Тут же вспоминаются школы Краснодара. Вот из этого видоса. 4 тысячи учеников. В линеечку. Так и вижу. Но опять же, это всего лишь рекомендации. Да, в общем, заставят всех. Как конкретно должна проходить вся церемония, можно прочитать в этом же письме министерства. Там расписано все. Вплоть до того, что флаг по традиции должен взлетать. Если кому-то интересно, просто поставьте ролик на паузу. Или просто дождитесь сентября, и все увидите уже своими глазами. Поднимите мне веки. Приблизительно в это же время, но уже от учителей, поступило предложение проводить такую же церемонию, но в Госдуме. Или хотя бы в Министерстве просвещения. Кравцов с замами в 8 утра с флагами, а опоздавшим выговор. Но, увы, выговор будет только у тебя. Возможно, у вас появился вопрос. Если каждый понедельник флаг поднимают, значит, каждую пятницу или субботу кто-то его спускает? Не волнуйтесь, в том же самом письме на целую страницу расписана церемония спуска флага. А меня вот другой момент интересует. Те товарищи, которые всеми этими идеями фонтанируют, что-нибудь о возрастной психологии слышали? То есть, то у нас вообще ничего, а то аж каждый понедельник. При этом максимально торжественно, со взлетом и носочки тянем. Может быть, сначала только в праздничные дни? Да не, зачем? Сразу же все скопом добавим. Флаг, гимн, линейка, разговоры о важном, кто больше? У подростков же никаких вопросов не возникнет. И отторжение не появится. А нельзя просто приказать всем стать патриотами без всей этой нервотрепки. Результат-то один, то есть никакой. А почему только в школах? Надо еще в магазинах, больницах, в операционных и реанимационных отделениях особенно. На продовольственных складах, в метро. Все поезда стоят в этот момент. В роддомах обязательно. У кого схватки, надо потерпеть и помолчать. Да и на улицах и так далее. Да, и на сельхозпредприятиях непременно. На птицефабриках. Пусть куры участвуют. В коровниках. В общем, совсем с ума сошли. Лучше бы учебники нормальные сделали, по которым учиться можно. А вот как раз учебников в нашей стране теперь нет. То есть они, конечно, как бы есть, но на самом деле их нет. Они попросту не подходят к новым ФГОС. Зато есть флаги. Очень важно отметить, а то уже предвижу комментарии. Ууу, Россия, опять все плохо. Австралия, Китай, Индия, Мексика, США. Во всех этих странах есть похожая церемония. Успокойтесь, это не наше изобретение. Вопрос здесь совершенно в другом. Вот мы сейчас резко с ложки начнем детей патриотизмом кормить, и все тут же патриотами станут? Да, это же так и работает. Впереди осень. Время возвращений. Студенты и школьники начинают учебу. Взрослые после отпуска нехотя идут в офис. В общем, во всех случаях для стартового рывка есть повод устроить праздник с пиццей или роллами. Хоть в офисе, хоть дома вкусный праздник даже на много человек не нужно долго планировать. Ведь вкусную еду собственных кухонь вам круглосуточно доставляют наши друзья из Фудбенд. С моим промокодом ОСТАПОВ в доставке еды Фудбенд вам полагается приличная такая и очень приятная. Особенно, когда заказываешь много. Скидка на все заказы. Сами приготовят и сами доставят по всей Москве. В меню Фудбенд много пиццы из итальянской печи на любой вкус и бюджет. Классика, остренькие, ну или какие-то особенные для любителей новинок. А еще большие сеты роллов с лососем, креветками, угрем или совсем особенная штука. Гавайский поки с рыбкой или с тофу. Для вегетарианцев в меню тоже много позиций. Ну и китайская кухня. Лапша удон, паттай, баклажанчики и другие ароматные блюда со сковородки. А еще десерты и напитки, конечно же. Если у вас большой коллектив и не хотите выбирать, Фудбенд есть готовые сеты и для небольших компаний, и на несколько десятков человек. Даже огромный сет для олигархов на 100 пицц. Серьезно, посмотрите в меню. Знаю, у нас есть и такие зрители. Кстати, для предпринимателей у Фудбенд теперь еще есть франшиза. Это если вы всегда мечтали сами открыть пиццерию или доставку и заработать на этом растущем рынке. Подробнее внизу в описании. А если просто хотите вкусно поесть, Фудбенд есть промокод ОСТАПОВ. Это большая скидка на любые блюда, хоть каждый день. Кликаем по ссылке ниже, заказываем еду и напитки Фудбенд. Приятного аппетита! Ну что ж, вдохновленные и заряженные после флага и гимна, школьники и студенты теперь будут обязаны отправляться на новый урок. Разговоры о важном. И вот сейчас не менее важное уточнение. Я об этом уже четвертый месяц в своем телеграме говорю, а вопросы все те же самые. Да, урок обязательный для всех с 1 по 11 класс и студентов колледжей. Каждый понедельник на первом уроке ведет классный руководитель. Это обязательно? Куда обратиться, если я не хочу, чтобы мой ребенок посещал эти занятия? Занятия разговора о важном являются внеурочной деятельностью, то есть неотъемлемой частью основной образовательной программы, освоение которой в полном объеме является для учащихся обязательным. Когда этой весной Кравцов заявил, что грядут изменения и разговоры о важном, тут же возникло два вопроса. Первый. А до этого о серьезных вопросах в школе не говорили? Окей, пойду сожгу свою папку классного руководителя. Второй. На этих занятиях действительно будут обсуждать те вопросы, которые интересуют подростков? Ага, конечно. Кравцов утверждал, что те самые животрепещущие темы и станут основой разговоров. Именно то, о чем дети и хотят поговорить. Открываю тематическое планирование. Циолковский, Крым, письмо Деду Морозу. Да, именно то, о чем школьники на переменах шушукаются. Я не говорю, что о Циолковском не нужно рассказывать в школе, но утверждать, что это та тема, которая интересует каждого школьника? Серьезно. Само название предмета. Разговоры о важном. Какие нафиг разговоры? Простите, мой французский. Разговор предполагает общение, обмен информацией. А у вас тут темы Россия-Украина, Крым, традиционные ценности. Вы о ситуации в стране вообще слышали? Или даже мысли не может возникнуть, что старшеклассник озвучит позицию, отличную от официальной? И что дальше? Дискредитация? Штраф? Пропаганда? Учителей вон уже штрафовали. А если старшеклассник, не дай бог, запрещенное слово скажет? Это все еще в рамках разговоров? В методических рекомендациях я никакой второй позиции почему-то не нашел. Лекция о важном. Другое дело. Вообще, я думал, что самую мякотку можно будет найти в уроках о патриотизме и традиционных ценностях. Кто не знал, у меня в Телеграме есть отдельная рубрика, посвященная самым отборным традиционным инициативам. Переходите по ссылке и горите. Но оказалось, что достаточно буквально открыть первый же сценарий, чтобы улететь в стратосферу. 5 сентября, 11 класс. Тема «Мы Россия. Возможности. Будущее». «Ребята, а вы когда-нибудь принимали участие в школьных олимпиадах?» Предлагают спросить у 11-классников, авторы разработки. «Что? У нас в школе бывают олимпиады? Очуметь! Никто к 11-му классу ни в одной олимпиаде не принимал участие». «А как это можно сделать? Кто знает?» «А-а-а! Проблемная ситуация! Как же записаться на школьную олимпиаду?» «Спасибо, что в 11-м классе этой информацией поделились». «А вы знаете, по каким предметам проходят школьные олимпиады?» Олимпиады проходят по 24 предметам. «Английский язык», «Астрономия», «Биология», «География», «Информатика», «Искусство», «Испанский язык». «Вы думаете, я до конца не дочитаю?» «Одиннадцатиклассников заставляют слушать. Вот и вы терпите». «История», «Итальянский язык», «Китайский язык», «Литература», «Математика», «Немецкий язык», «Опчество знания», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», «Русский язык», «Технология», «Физика», «Физическая культура», «Французский язык», «Химия», «Экология» и «Экономика». «Ребята, а как вы думаете, легко ли стать победителем не школьной, а всероссийской Олимпиады?» «А-а-а! Очередная проблемная ситуация! А вы уверены, что мы достаточно подготовлены, чтобы ответить на этот сложнейший вопрос?» «Давайте в группах его обсудим!» «В одиннадцатом-то классе! Тот, кто эти замечательные вопросы придумывал старшеклассников-то, в глаза видел?» «Ребята, закончите предложение! Я горжусь!» «Что досидел до конца этого представления!» «Из сегодняшнего занятия я узнал» Что существует школьная Олимпиада по-русскому Никогда бы не мог подумать «Было интересно, было сегодня узнать» Там так и написано, два раза было Что подготовка к всероссу – это, оказывается, труд «Меня удивило!» «Ну, вы уже знаете» «Меня вдохновило!» «Меня вообще вдохновляет, когда со мной как с дурачком общаются» «Я понял» Что это самые полезные полчаса в одиннадцатом классе Без них, конечно, выпускнику никуда С другой стороны, не все так печально Например, четвероклассники напишут письмо Деду Морозу Четвертый класс Хотя у нас одиннадцатиклассники только вот-вот о школьных олимпиадах узнали Чем еще заняться в понедельник? 16 января Самое время написать письмо Дедушке Морозу 16 января Я не знаю, как еще полезнее провести урок Русский, математика Письмо Деду Морозу! А вот первому классу 16 января предлагают Ёлочную игрушку смастерить Очевидно, к следующему Новому году Да и вообще общенациональный урок Светлый праздник Рождества В стране, где есть мусульмане, буддисты, атеисты Неплохая идея И как мы видим, тематика и содержание разговоров Соотносится со стратегией национальной безопасности Российской Федерации Отдельный акцент в которой Сделан на необходимости защиты Традиционных российских духовно-нравственных ценностей Кто-нибудь сомневался? Те новости о парадах, которые проходят на Западе Мы понимаем, что сейчас, как никогда, важен разговор с детьми О традиции любого народа Российской Федерации Где роль отца изначально определялась пониманием человека, создающего семью И принимающего ответственность за нее И вот привлекая исторические факты И на фоне такого традиционного патриархального уклада жизни российских семей Говорим о Дне Отца А вот и патриархальные традиции у нас Парады на Западе Все как нужно Разговор, не лекция Наших учащихся ждут музыкальная гостиная или музыкальная викторина На первом уроке, в понедельник Музыкальная гостиная Поэтому дети услышат и гусли, и жалейку Будем говорить именно о тех темах, которые волнуют подростков Обсудим гусли Еще раз, я ни в коем случае не против расширения кругозора и бесед об искусстве Привет, у меня есть корочка преподавателя МХК Но изначально этот урок совершенно не так презентовали А по факту получили лекции о патриотизме и традиционных ценностях И между этими темами Циолковского и гусли вставили Повторю, на первом уроке в понедельник На всех нас огромная ответственность за наших детей Нам надо давать возможность нашим школьникам говорить Задавать вопросы, обсуждать Уроки помогут нашим школьникам найти себя И ответить на волнующие вопросы Подчеркнул министр Музыка и краски Это большая ответственность Но эти занятия Именно то, что сегодня необходимо молодым ребятам Сейчас важно общаться со школьниками Говорить на уроках о правде Отвечать на актуальные вопросы Подчеркнул Сергей Кравцов Май, 11 класс Тема урока День детских общественных организаций Согласен Самое время за неделю до ЕГЭ о юноармии поговорить Ну, максимально актуальный вопрос Вообще, конечно, забавно Как министерство просвещения в очередной раз пытается изобрести велосипед Ведь до этих очень важных разговоров Никто школьникам ни о Циолковском, ни о Гагарине не рассказывал Литературная гостиная? Что это такое? День матери? Спасибо, что сообщили В общем, все как обычно А давайте историю в начальной школе изучать Но ее и так изучают Ааа, я просто не знал Я министром работаю Павел, вы такой юморист Боже, боже, продолжайте Дальше изучаем план занятий 6 февраля, 10 класс Встреча с молодыми учеными А эти господа знают, что у нас еще и деревенские школы существуют Или это наш с тобой секрет? Понедельник, 8 утра, в деревне Ученого найдите? Или еще картина маслом Приходит классный руководитель в понедельник в школу И видит, Коленька грустной на лавочке сидит Что случилось? Шизоид Парфентич Я не знаю, кто такие скоморохи Не волнуйся, Коленька 30 января у нас будет разговор о важном на эту тему И это не шутка Уверен, для всех школьников нашей страны Максимально важен ответ на вопрос Кто такие скоморохи? Это не политинформация А диалоги с детьми на темы, которые их интересуют Обсуждение актуальных вопросов Возникающих в обществе и вокруг школьников Кто такие скоморохи? Ну и вишенка на торте В конце каждого занятия Всем школьникам будет предлагаться домашнее задание В общем, вот такой вот разговор о важном У нас с вами сегодня получился Если наша беседа вас вдохновила Или просто понравилась То не забудьте поддержать меня лайком Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм Там все новости о важных разговорах Появляются гораздо раньше И в принципе там весело и интересно А я встречусь с вами уже на следующей неделе В понедельник В 17.00 по Москве В моем новом видео Всем хорошего дня И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok